Здравствуйте, мои читатели! Это мое первое видео для моего испанского блога, и, наверное, вам, некоторым из вас, было бы интересно такие видео, потому что я хочу начать серию видео, посвященных испанской лексике, идиомам, всему, что поможет вам изучить испанский язык. Также вы сможете поближе познакомиться с автором блога, со мной, вкратце обо мне, для тех, кто еще не знаком со мной, я живу в Испании уже два с половиной года, я закончила в Испании магистратуру, и сейчас я работаю в Испании. На данный момент я живу в Марбелле, но я уже поменял несколько мест проживания, и это, так сказать, неконечный монт-пункт. И сегодня я бы хотела создать видео, посвященное фазам, самым общим фразам, которые, в принципе, нужны всем, как и туристам, как и людям, которые только начинают изучение испанского языка. Фразы, которые вам помогут быть просто вежливыми и помогут, ну, как сказать, совсем не растеряться, находясь в чужой стране, в Испании или в латинском языке. Итак, здороваемся на испанском, и обычно hola, это означает привет или здравствуйте. Также часто, зайдя в магазин, часто с вами могут поздороваться, и также друзья, в принципе, могут с вами поздороваться. Buenos dias, доброе утро, buenos tardes, добрый день, добрый вечер, и buenos ночи. Buenos dias, уже время ближе к ночи, это также можно перевести, как спокойной ночи, но также, как приветствие, именно период, я бы сказала, начинать восьми ночи и позже. То есть, у Buenos dias, два периода, спокойной ночи и как приветствие, когда кто-то с вами здоровается в ночное время. Также, вам могут сказать просто Buenos, то есть, не Buenos dias, Buenos dias, Buenos dias, а просто Buenos, это как бы очень распространение по-моему в Испании. По поводу других фраз, которые самые такие общие-общие, вам могут сказать поздороваться, сказать Kipasa. То есть, это не всегда даже требует ответа, это как переводится вообще, что происходит, что вообще новенького, но это часто даже не требует ответа. Или вы можете, когда вам задают вопрос, вы можете сказать, estoy haciendo algo, то есть, я что-то там делаю, ну, что именно вы там делаете. То есть, это вопрос подразумевает, что именно происходит, что новенького, что-то в таком роде. Если вы спрашиваете, как дела, то есть, как вы обращаетесь на ту, на ты. И, и кому эста downside – это на устет, на вы обращение. И также, вас могут спросить Central, это тоже, как дела. И для вы, и для ты – это для любого. Есть на меня – это Central. И что еще вам понадобится? Это «gracias», «спасибо», «por favor», «пожалуйста». Это слова, которые часто употребляются в повседневной жизни, в Испании, когда видеть в ресторан, в магазин. Очень часто сталкиваемся с этими словами. И также прощания будут «asta luego», «до свидания», «adiós», «пока». И также, может быть, это не только в нормальных ситуациях «чао», так же, как в итальянском «чао», более такое, немного неформальное. «Asta pronto», «до скорого». Ну, пожалуй, вот эти основные прощания, которые вам понадобятся в вашей ежедневной жизни каждый день. Также могут сказать «asta la próxima», тоже «до скорого», «до следующего раза». Вот, пожалуй, вот самые такие фразы, которые чаще всего употребляются, которые вы сами будете употреблять, из которых нужно изучать испанскую лексику, и которые всегда будут полезны вам знать, даже если вы просто турист, и, в принципе, у вас нет такой цели изучения испанского языка. На этом, я думаю, основными фразами на сегодня все. Если у вас какие-то видео, если у вас есть какие-то комментарии, если у вас есть видео с комментариями, вы можете оставить в комментариях к моему видео. Если у вас есть какие-то просьбы, пожелания, или вам интересна какая-то определенная тема по испанскому языку, вы также можете написать в комментариях или написать мне на e-mail. Мой e-mail – это «lile.kzn» – «sobaka.hotmail.com». Также вы можете найти мои контактные данные на моем блоге, и надеюсь, вам будет полезно мое видео. Успехов вам в изучении испанского языка, и до скорых встреч!